Доброе утро, уважаемые трейдеры! Вы смотрите новости рынка Форекс на канале Инстафорекс ТВ. С вами я, Тахмин Соломова. Доллар США по-прежнему демонстрирует господство над своими основными конкурентами. Начался рост американского доллара после того, как стало известно о том, что избиратели выбрали Brexit. Поддержало восходящее движение валюты по изменению объема ВВП в США. Так, экономика в первом квартале выросла, несмотря на замедление роста потребительских расходов. Согласно официальным данным, третья оценка ВВП США в первом квартале составила 1,1% по сравнению с первоначальной оценкой, где аналитики прогнозировали рост на 0,8%. Хоть результат и оказался лучше ожиданий, все же он стал самым слабым за год. Экономисты отмечают, что несмотря на повышение показателей, экономика США уязвима в условиях новых неопределенностей в мировой экономике. Помимо этого, хороший результат продемонстрировал индекс доверия потребителей в июне. Согласно отчету, подготовленному организацией Conference Board, доверие потребителей в этом месяце значительно возросло до 98 пунктов с майского уровня в 92,4. Аналитики прогнозировали меньше прирост до 93,3. Благодаря вышедшей уверенной макроэкономической статистике, индекс американского доллара продолжил торговаться на максимальной отметке. К окончанию торгового дня господствующая мировая валюта торговалась во флейте, так как инвесторы устремили свое внимание на заседание Европарламента, чтобы ознакомиться со свежими новостями по вопросу выхода Великобритании из состава ЕС. Результаты заседания станут известны сегодня по окончанию второго дня саммита лидеров ЕС. О свежих экономических новостях вы узнаете на канале ИнстаФорекс ТВ. Оставайтесь с нами.